Чтобы лучше понять эксперимент двойной щели, я предлагаю сделать вам его у себя дома. Но вы будете делать его немножко в воображаемом виде, в общем, в тетради с линейками. Вам понадобится тетрадь, лист А4, желательно в клеточку, две линейки, обязательно две линейки, ну карандаш там, карандаш. Смотрите, идея такая. У нас вы берете, рисуете здесь на самом краю тетради, кладете ее вот так и вот здесь отмеряете середину. Вот середину. От середины отмеряете по 5 сантиметров в каждую сторону и рисуете две точки. Это 10 клеточек, если что. 5 сантиметров и 5 сантиметров. Рисуете две точки. Это будут те точки, из которых выходит свет одновременно, да, это как бы две щели. Потом на расстоянии 12 сантиметров, это я смотрел, есть такие... В общем, это хорошее расстояние, которое стоит вам выбрать, я вам советую. Вы рисуете экран, все у вас будет вид сверху, да. И здесь у вас середина. Теперь, что у нас будет за волна и как мы ее представим себе? Представьте себе, длина волны у нашего воображаемой частицы равна 1 сантиметру. Соответственно, на линейке она занимает 1 сантиметр. Вот так вот она двигается. Значит, отсюда досюда это 1 сантиметр. Итак, если у вас свет двигается по одинаковой траектории, да, это то же самое, что две линейки поставить вместе друг с другом и посмотреть, сколько они показывают. Да, и, конечно же, обе линейки в определенной точке будут показывать одно и то же. Но теперь, если свет двигается, да, то есть вы берете, ставите линейку вот отсюда досюда и вот отсюда досюда. Они будут показывать одинаковое количество сантиметров и одинаковое количество миллиметров. Да, но главная идея, смотрите, как нам определить, что волны сдвинуты друг по отношению к другу по фазе. Например, у нас одна волна так смотрит, а другая волна смотрит так. На вашей линейке начало волны это, например, 0 сантиметра. Значит, середина волны это будет 5 миллиметров. И конец волны будет 1 сантиметр, да. Здесь же начало волны находится вот тут. То есть на этой линейке 0, ну не 0, а там 1 сантиметр. Например, 1 сантиметр. Ровное количество сантиметров будет тут. Вот здесь будет 0,5 сантиметра, да, это 5 миллиметров. Здесь будет там 2 сантиметра. Главная идея, главная идея, что если волны ваши не сходятся, то есть максимум приходится на минимум, это происходит тогда, когда 5 миллиметров попадают на ровное количество сантиметров. То есть опять здесь ровное количество сантиметров попадает на 5 миллиметров. То есть волны, сдвинутые по отношению друг к другу, получаются на пол длины волны. Тогда мы ожидаем в той точке минимум света не будет. А вот если волны совпадают друг с другом, пусть даже они начинались из разных мест. Так, например. Да, тогда здесь будет 0 и здесь будет 0. Но каждому целому сантиметру соответствует целый сантиметр. Да, и тогда здесь будет свет. То есть главная идея, что если миллиметры показывает одно и то же, тогда там максимум. Да, миллиметры равно миллиметрам в другой линейке. Неважно сколько там сантиметров. Они могут отличаться на 1-2 сантиметра и так далее. Это как будто бы они отличаются на одну длину волны. И мы знаем, что это не влияет ни на что. То есть фазы. Тогда фаза между ними 0. Тогда у нас будет свет. А если миллиметры 1 равны миллиметрам 2 плюс 0,5 сантиметра. То есть на каждый целый миллиметр попадает на... На каждый целый сантиметр. На каждое деление одной линейки попадает ровно на 5 миллиметров больше деления другой линейки. Там мы будем видеть минимум. То есть ничего не произойдет. И попробуйте, отмерьте теперь расстояние до... До... Вот так вот линейками введите. Введите линейки. Введите линейки. Вот, например, здесь я обозначу розовую. Возьмите одну линейку. Введите ее по... По вот этим... До экрана расстоянию. И вторую линейку. Введите от второй точки до экрана расстояния. До тех пор, пока линейки не начнут показывать одинаковое количество миллиметров. Не сантиметров. Понятно, что сантиметров они не покажут одинаковое количество. А одинаковое количество миллиметров. Там будет ваш второй максимум. Максимум света. Да. И дальше введите их. Опять пока... Потом линейки начнут показывать разное количество. А тут в какой-то момент они опять начнут показывать одинаковое количество миллиметров. Там будет ваш третий максимум. В какой-то расстоянии между этим, где-то здесь, на половине расстояния, линейки будут показывать расстояние, которое отличается на 5 миллиметров друг от друга. Это будет расстояние минимума. Так вы можете понять примерно, какая идея со светом. Я посчитал, у меня примерно получается расстояние между максимумом 1 и 3 сантиметра. То есть примерно через 1 и 3 сантиметра вы должны увидеть новый максимум. Попробуйте сделать это задание и посмотреть, получаются ли у вас такие места, где линейки показывают одинаковое количество миллиметров. Миллиметры – это самое важное, не сантиметров. И такие расстояния, где они показывают количество миллиметров, которые отличаются на 5 миллиметров. То есть не важно вообще, сколько они показывают миллиметров, важно различие между показаниями двух линеек. Попробуйте сделать такую штуку, и тогда вы поймете, что такое эксперимент двух щелей. Потом, если вам интересно, вы можете представить, что длина вашей волны больше не 1 сантиметр, а, например, 2 сантиметра. И тогда вам нужно будет смотреть, где расстояние между линейками в 2 раза отличается друг от друга. То есть как бы линейки должны показывать четное, ну, например, одна линейка показывает 5 сантиметров и 3 миллиметра, другая линейка должна показывать на 2 сантиметра больше, например, 7 сантиметров и 3 миллиметра. То есть разница теперь между максимумами, ну, разница между показаниями линейки должна отличаться на 2 сантиметра. Тогда вы получаете максимум. А если разница между показаниями линейки 1, 3, 5, 7 сантиметров, вы получаете минимум. Попробуйте найти разницу между показаниями линейки 2 сантиметра, 4 сантиметра и так далее. Тогда вы увидите, какие у вас будут максимум, они будут просто в два раза шире друг от друга. Ну и попробуйте с разными длинами волны поделать так. Самое главное, что показания линейки должны отличаться на одну длину волны, на две длины волны и так далее. Тогда у вас будет максимум. Если они отличаются на полторы длины волны, на две с половиной длины волны, тогда у вас будет минимум. Поделайте такую вещь и посмотрите, что у вас происходит.